Противодействие коррупции в различных сферах сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного совета. Михаил Игнатьев отметил, что в сфере использования государственного и муниципального имущества земельных участков все нарушения фиксируются, а это, в свою очередь, положительно сказывается на социальном самочувствии жителей Чувашии. Особенно остро эти проблемы ощущаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть соответствующие уголовные дела, решения судов, мы это знаем. Но на одном моменте я хочу остановиться. В сфере жилищно-коммунального хозяйства у нас проблемы остаются в городе Новочепсарск и в городе Шумовля. Я сам лично обращал внимание руководителей правоохранительных органов, должностных лиц, органах местного самоуправления, лично глав администрации, которые, имея исполнительно-оспределительные функции, в этой сфере должны были работать, чтобы жители один на один не оставались с недобросовестными управляющими компаниями. Министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики Анатолий Кузьмин сообщил, что в 2013 году проведены 110 проверок по сохранности и целевому использованию имущества. Были выявлены нарушения по использованию республиканского имущества, в том числе неэффективное использование денежных средств и имущества, нецелевое использование имущества рядом юридических лиц, передача в аренду республиканского имущества третьим лицам без оформления в установленном законодательством порядка договорных отношений. По итогам проверок государственных учреждений привлечены к административной ответственности за использование и распоряжение государственным имуществом без оформления договорных отношений ряд руководителей государственных учреждений. наложены штрафы в отношении 12 должных лиц. Среди нарушений – совершение крупных сделок без согласия собственника, заключение договоров с недобросовестными контрагентами, несвоевременное заполнение документов. Все нарушители привлечены к ответственности. Следственный комитет также ведет работу по борьбе с коррупцией. Сейчас возбуждено 5 уголовных дел в отношении должностных лиц. Анализ материалов дел этой категории свидетельствует, что совершение этих преступлений в первую очередь обуславливается тем, что отсутствует надлежащий контроль со стороны соответствующих органов за деятельность транзаклистов местного самоуправления. На заседании Совета были предложения о необходимости наладить работу в сфере земельных и имущественных отношений по принципу одного окна. Социологи отмечают, что когда предприниматель и чиновник встречаются редко, то и случаи коррупции редки. Опрос компании «Соц» свидетельствует о том, что за год в полтора раза снизилось количество участвующих в коррупционных сделках. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова